Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. Очередная порция прогнозов про Россию на 2016 год. Сегодня поговорим про экономические прогнозы и про то, что ждет население, скажем так, большая его часть, в 2016 году. Я внимательно смотрю за разными публикациями в СМИ, отслеживаю те тренды, которые набирают вектор, и, скажем так, те прогнозы, которые были у меня в прошлом году, они как бы сбываются. Речь идет о том, что экономика летит под откос, и, скажем так, определенная часть людей, которые заняты управлением страной, заинтересована как раз в том, чтобы полностью слить мелкие и средние части бизнеса, и более того, даже может быть слить каких-то игроков из крупного бизнеса. Для чего это делается? Грядет великое перераспределение собственности. Те, кто сейчас уже богат, хочет стать несметно богатой, владеть всем. Для этого планомерно продвигается вот эта самая политика. Никто лавинообразно рубль не обрушивает. Я посмотрел, вот, всего лишь один был эпизод месяц назад, когда, скажем так, в пилотном режиме пощупали население, как вообще рынок среагирует, если рубль уронить до 85-88, вот. Потом плавненько так все это вернули до уровня 77-78. Так это, в принципе, какое-то время будет держаться, но тенденция будет такова, что, скорее всего, курс все равно будет расти. Вот, рубль будет падать. Как бы этому, для этого есть объективные причины, потому что нефть уже упала ниже плинтуса, и, скажем так, и еще будет падать. Вот. Проезды так и иначе будут вынуждены, заинтересованы, печатать новые деньги. Вот. Зарплаты, естественно, никто никому повышать не будет, поэтому будет такой вял текущий процесс обнищания населения. Люди все больше и больше будут залезать в свои, скажем так, кубышки, у кого они еще есть, а у кого нету, тем действительно придется весьма и весьма плохо. Уже читал публикации, где в определенных регионах некоторые особо ушлые банки уже выдают кредиты на приобретение продуктов питания. Вот. Для тех людей, у которых не хватает зарплаты, задержки или еще что-то. Так вот, к чему все это идет? Идет к тому, чтобы полномерно, медленно, но так по чуть-чуть, так чтобы особо это не было видно визуально, но так плавно-плавно население будет опускать. Будет опускать с тем, чтобы люди полностью потратили все свои сбережения. Вот. И, соответственно, дальше залезли в кредиты. Вот. На этом этапе, когда уже кредиты дойдут до определенного уровня, в дело вступят судебные приставы, которые будут, соответственно, имущество населения отбирать. Вот. Население, скорее всего, сопротивляться этому не будет. По той простой причине, что российское общество крайне разобщено и консолидироваться не может никаким образом. То есть формула «Моя хата с краем» для российского обывателя, скажем так, подавляющего большинства российского обывателя, вот этот новый вид, она работает 100%. Пока лично человека не коснулся, на какую улицу он не пойдет, ни какими ленточками он там размахивать не будет, за исключением георгиевских. Вот. Все. Как бы простая красивая иллюстрация. Вот эти выступления дальнобойщиков, которые основная масса населения просто не поддержала и занималась своими делами. Там была единственная возможная попытка хоть что-то поменять, но она как бы захлебнулась. Опять же, из-за дебильного руководства самих дальнобойщиков, из-за вот этого товарища непонятного Котова, который типа руководил, с моей точки зрения, вообще какой-то казачок засланный, вот. Это чисто мое мнение, но это отдельный будет по нему разговор, вообще по поводу дальнобойщиков, вот. Так что общество продемонстрировало правительству, что с ним можно делать все, что угодно абсолютно, и можно не опасаться никаких выступлений или еще, да, каких-то, может быть, населенных пунктах там бабушки выйдут по горлопанить, вот. Но и этим все закончится. Может быть, где-то в каком-то месте перекроют федеральную трассу, но пригонят ОМОН и быстренько трассу все очистят. Общество российское, оно сейчас полностью выхолощено, за 70 лет коммунистов все горячие головы были посажены, расстреляны. Потом, когда начался стихийный капитализм, другие умные головы вовремя успели свалить, сейчас уезжают остатки здравомыслящих людей, остатки среднего класса, которые инициативные, которые могли еще хоть что-то поменять. Сейчас у людей иллюзий никаких не осталось. У большинства, я смотрю просто по перепискам, все больше людей просто хотят уехать и не вмешиваться вообще ни во что, они не хотят вообще ничего больше пытаться даже делать, потому что это бесполезно. Подавляющая масса населения, их все устраивает, ни за тем они не пойдут, ни на какие, ни на баррикады, никуда протестовать и так далее и тому подобное. Поэтому власть будет спокойненько вить веревки. Что произойдет с мелким бизнесом? Пожалуйста, вот он простой пример с вот этими самыми палатками, которые были снесены в Москве, и, скажем так, какими-то палатками торговыми, вот этими самыми лоточками, которые в других уже городах тоже власти начали постепенно уничтожать. Идет расчистка определенного сектора рынка, вот эти мелкие палатки, они мешают торговым комплексам, потому что если раньше человек, выходя из метро, мог купить шаурму, зачем ему покупать дешевую шаурму? Пусть идет торговый комплекс и, соответственно, покупают у тех людей, которые там в торговом комплексе, соответственно, арендуют вот эти самые помещения, потому что у торговых комплексов сейчас ситуация аховая, буйки вот эти разоряются, я думаю, что очень мало кто благополучно переживал вот эту зиму, я думаю, что вот в этих торговых комплексах, кто торговал шмотками и одеждой средней ценовой категории, у них сейчас ситуация крайне плачевная, я думаю, что мы для компании разорились, просто эту зиму мало кто пережил, а уж тем более остался в плюсе, то есть сейчас остается, наверное, на рынке останутся только те компании, которые торгуют там откровенно китайщиной на этих вот вещевых рынках и, соответственно, сетевые компании типа, не знаю, Ашан или еще что-то, кто там массово гонит китайский ширпотреб, вот, а частники, скорее всего, свои бизнесы будут закрывать, вот, скорее всего, это же коснется и люксового сектора одежды, обуви и потребительских товаров, потому что та часть населения, которое готово было тратить деньги на товары класса люкс, эти люди сейчас не готовы в России что-либо покупать, да, есть определенный класс людей, которые не планируют из России уезжать, так или иначе они будут жить, те, кто находятся при кормушке или у кого еще работает бизнес и кто, как бы, заточен вот на всю эту коррупционную схему, у них все нормально, вот, но таких, как правило, единицы из общей массы и, скорее всего, на их обслуживании останутся единичные компании, которые и будут этот сектор рынка окучивать, ну, естественно, то есть это очень и очень ограниченный класс, а что касается массового сектора, вот этого средних, средние товары, то есть товары для средней группы, вот, то, скорее всего, они тоже будут разорены, вот. Ну и, наконец, самое интересное, когда в начале этого ролика начал говорить, передел конкретной собственности, смотрите, такая вот прошла информация в интернете о Уралвагонзаводе и сокращении 2,5 тысяч человек увольнения, вот, то есть планомерно, наверное, пойдет и вот этот вот вектор развития событий, будут вначале просто сокращать и увольнять сотрудников различного рода ФГУП, вот, потом, скорее всего, доведут дело до банкротства с тем, чтобы по дешевке потом перераспределить эту собственность уже повторно или уже в третий раз, и вот эти все эти заводы, они приобретут новых владельцев, то есть те люди, у кого, ну, имеют, располагают капиталами в долларах, вот, серьезные такие люди, вот, на верхушке, скорее всего, они сейчас просто дожидаются вот этого самого дна падения, когда все можно будет купить за копейки, можно будет за копейки купить у разорившихся застройщиков в недвижимость, можно будет купить какие-то предприятия, некоторые предприятия специально подведут под банкротство, то есть все, что стоит чего-то, все будет скуплено за копейки, и те люди, которые сегодня и так уже весьма и весьма богаты, фактически станут де-факто и де-юро владельцами земли русской. Вот к чему все это и идет, то есть, но таких людей очень и очень ограниченное количество. Еще достаточно интересная прошла информация по поводу аукционов, аукционов-алмазов из специальных вот этих вот резервных фондов правительственных, забавная была публикация в интернете, она промелькнула, к этим аукционам, то есть они как бы открыты, открыты, но не для всех не открыты. Специально сделана очень хитрая система подачи заявок, не совсем я, правда, понял с публикацией, собираются эти алмазы продавать за рубли или за доллары, скорее всего за доллары, потому что фигурируют цифры в долларах, вот на эти алмазы, и скорее всего вся эта акция предназначена для того, чтобы свои как бы люди из внутреннего круга могли обналичить крупные доллары, крупные долларовые суммы, перевести их в алмазы для того, чтобы в случае чего с этими алмазами можно было куда-то переместиться. Вот моя такая точка зрения. Никого лишних для этих аукционов допущено не будет. Живающие могут спокойно погуглить, посмотреть, очень забавная статья была, вот, может быть даже она где-то уже и продублирована несколько раз. То есть, понятное дело, что вырученные эти доллары пойдут на затыкание каких-то сиюминутных дыр, вот, но, как бы, в основном это сделано для того, чтобы дать возможность людям из огромного количества денег, которые необходимо куда-то будет вывозить, сделать это все компактным, маленьким, таким, чтобы можно было в случае шухера быстро вывезти. Вот такие вот тенденции. Какие надо сделать вам выводы, ребят? То есть, кто смотрит мой канал, значит, оцените реальность своей ситуации жизненной. То есть, насколько у вас сейчас устойчивое положение с вашей работой, с вашей зарплатой, насколько вам хватит ваших сбережений. Потому что, скорее всего, при той тенденции, которая сейчас наблюдается в России, немногие смогут еще существовать при таком статусе КВО, который у вас есть на текущий момент. Вполне вероятно, вам нужно серьезно уже задумываться о том дне, когда ваши запасы подойдут к концу. Потому что, если в прошлом году денег было сложно заработать, в этом году денег заработать еще сложнее. И еще сложнее будет заработать денег в следующем году. Потому что предложений о работе будет все меньше и меньше, и денег тоже будет все меньше и меньше. И если вы серьезно настроены эвакуироваться, вам необходимо об этой ситуации думать. Не обязательно, это может быть Америка, это может быть любая другая европейская страна, но вы должны серьезно задуматься, потому что если вы не сделаете это в этом году, то в следующем году вам это будет сделать гораздо и гораздо сложнее, потому что сейчас еще, если можно эти деньги накопить на переезд, на то, что пока вы там переедете, будете там за какие-то там денежки проживать и ждать там поиска работы и так далее и тому подобное, то в следующем году такую сумму денег вы наскрести не сможете, поэтому не откладывайте эти мысли в долгий ящик и сядьте внимательно на эту тему, подумайте. Речь идет сейчас уже о фактически выживании. Ну и соответственно, если у вас есть вопрос по получению политического убежища, скачивайте мои книжки, скачивайте информацию в интернете, и сейчас ее очень-очень-очень много, для того, чтобы подготовить себе кейс, достаточно не обязательно быть сахаровым или новым Солженицыным, все достаточно прозаично, информация в интернете об этом навалом. Наматывайте на ус и самостоятельно изучайте ситуацию. Все, что хотел сказать, вам озвучил. Значит, здоровья вам, вашим близким, и хотелось бы, чтобы у вас у всех было благополучие, и вы с минимальными потерями из этой всей ситуации вышли. Хорошая семья, ребята. Продолжение следует...